Американцы уже ставят вопрос, господи, а куда мы это все заваливаем и куда это исчезает? И в начале следующего года, мне кажется, этих вопросов будет все больше, и задаваться они будут все строже. И этот рок изобилия будет постепенно иссыхать, потому что по итогам промежуточных выборов, основной день голосования уже во вторник состоится, в Конгресс, в Палату представителей особенно, должно прийти много сторонников Дональда Трампа, которые разделяют тезис «Америка превыше всего» и считают, что в условиях тех внутренних трудностей, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, как-то негоже выписывать вот эти вот бесконечные миллиарды долларов киевскому режиму. Вот одним из таких республиканцев, членов Конгресса, которые занимают такую позицию, это Пол Гассар, который как раз недавно отметился тем, что пригласил Путина и Зеленского к себе в родную Аризону на переговоры вместо Байдена. И вот за пять дней до дня основного голосования он снова заявил, что Соединенные Штаты должны способствовать мирным переговорам, а не разжигать войну и не тратить миллиарды и десятки миллиардов долларов из карманов американских налогоплательщиков. Вот таких голосов, таких конгрессменов, как Пол Гассар, их будет больше? Я полагаю, что с каждым днем их становится все больше и больше. Американцы начинают заглядывать в свой карман, в том числе те политики, которым не все равно. Они задаются простым вопросом. Формула Трампа, make American great again, MAGA. Это те ребята, которые начинают говорить, а зачем мы финансируем не только интересы Америки, а интересы лично Байдена. Интересы тех кукловодов, которые стоят за спиной Байдена. Мы кормим их из своих карманов. И вот здесь возникает ключевой вопрос. Выборы пройдут. Победят республиканцы, я в этом уверен. А дальше что происходит? Конгресс становится хромой уткой. У них есть больше, чем полтора месяца для того, чтобы еще можно было наваять любые бюджеты. Бюджет им принимать в любом случае. Больше 50 миллиардов они хотят отправить на Украину. И примут, конечно же. Но они же, как говорят, мы 50 миллиардов выделяем не на войну, а на поддержание штанов. Потому что кто-то должен кормить украинцев. Но простой вопрос. А кто будет заботиться о тех проблемах с миграцией, которые есть в Америке? Ключевой вопрос сейчас. Это не цены на бензин. Это пытаются так раскрутить. Это миграция. Начинает стать вопросом, сколько миллионов пришло сейчас в Америку? Огромное количество нелегалов сейчас душат американские рынки труда. Они говорят, зачем они нам нужны? Это проблема ключевая. Байден при этом рассказывает прекрасную картину. Мы идем до конца, мы воюем, но мы хотим мира. Вы знаете, такая война очень дорого стоит, в чем политически дорого стоит. Давайте не будем забывать еще про одну. Потому что промежуточные выборы, это не только выборы в две палаты. Это выборы еще губернаторов. Это 36 штатов на кону. Хорошая история. Не забывайте про это. Для американца state это не государство, это штат. Это то, где я живу, мое графство. И они говорят, я не хочу за эту барыгу голосовать, который непонятным мне причинам выбрасывает мои деньги налогоплательщики на войну, от которой я не выигрываю. И да, самый важный вопрос, который ставят американские избиратели сейчас. Когда мне вернутся затраты, которые я лично понес на войну, которая мне не нужна, и в той стране, которую я не знаю. Даже не знаю где. И критики нынешней политики администрации Байдена появляются не только в республиканской партии, там много, но и в демократической партии. И мне кажется, что по итогам промежуточных выборов тех левых прогрессийских демократов, которые уже сейчас критикуют Байдена, станет тоже больше.